Итак, друзья, нам понадобится два куска ДВП, пара брусочков, по-моему, 25 на 25 и 50 на 50, металлический уголок. И не смотрите на навесы, там концепция тоже изменилась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я изначально пытался сделать по-другому, немного технологии на навесах, там все дела, но потом понял, что у меня у самой пилы, башмак ее, грубо говоря, он регулируемый по глубину пропила. Соответственно, я просто взял за основу сам этот башмак, убрал болт, который прижимной и просто... И вот в этом моменте, как я уже сказал раньше, концепт изменилась. Я понял, что можно сделать гораздо проще. Сверлим отверстие в самой непосредственно нашей этой шине или подножке для саморезов, для крепления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сверливаем в самом ДВП место под диск, куда он будет уже уходить. Так как я намеренно взял брус 50 мм, чтобы у нас диск уходил чуть глубже, так как глубина пропила 65 мм. И теперь нам нужно убрать кожух, чтобы он нам не мешал. Просто просверливаем в ушки отверстие и крепим стяжкой. Здесь нет ничего сложного. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! И напишите свои комментарии по этому поводу. Может быть что-то нужно доработать, может быть что-то нужно добавить, либо наоборот убрать, либо вы сделали бы совсем по-другому. И как всегда за идею спасибо нашему любимому ютубу. Идею нашел на каком-то одном из каналов и увидел и в принципе подобную вещь собрал. Да, там присутствует небольшой люфт именно в вертикальной плоскости, потому что сама направляющая или сам навес в башмаке он довольно хлипкий. Но, тем не менее, то есть если более-менее прижать и аккуратно это все делать, в принципе канает. Блин, стоимость это фигни, это стоимость самой пилы. Остальное это все ничего не стоит. И сейчас вот здесь будет два стареньких видео, которые вам стоит обязательно посмотреть. И также значок моего канала. Подпишитесь, ребят. И спасибо большое за просмотр. Пока!